итак друзья я абсолютно всех вас приветствую и сегодня будет сравнение как вы уже догадались саласпелс волоколамск я бы сказал печально известного за последнее время кто следит за событиями в россии там неоднократно проводились различные протесты из-за того что находится рядом свалка и я подумал а неужели это единственная проблема вообще в целом я решил волоколамска за этого взять чтобы узнать действительно ли это единственная там проблема но изначально история была таковой мой уважаемый заказчик которому огромное спасибо он мне просто попросил сделать сравнение города саласпелс под ригой находится он вот здесь сравнить с любым аналогичным подмосковным городом но я думал думал и тут на ум мне пришел недавно пестрящий во всех новостных заголовках город волоколамск как раз имеет похожее население но немножко побольше поскольку все-таки россия имеет на порядок большая численность населения но и отдаленность от столицы страны пропорционально но в целом очень похоже поэтому давайте же приступим посмотрим как вообще сама московская область уже в очередной раз повторюсь которая хоть как-то вытягивает сравнение от россии мы будем надеяться что в россии помимо свалок волоколамских больше нет никаких проблем ну и в целом в самом волоколамске давайте начнем с города саласпелс переключимся вот в такой режим чтобы проще было найти нам пожалуй наверное частный сектор с него начнем а потом перейдем крупным улицам чтобы закончить уж точно на позитивной ноте отправимся наверное куда-нибудь на окраину города этого латвийского именно частный сектор хочу смотреть вот на такие улицы мы попадаем в частном секторе в латвии ну виды меня ну действительно мне приятно смотреть поскольку все таки в своих сравнениях я насмотрелся на достаточное количество негатива несмотря на то что это не первое сравнение с латвией все таки мне приятно смотреть что в странах балтии после советского союза люди способны содержать свои улицы и дома вот в таком вот позитиве но здесь без преукрашения вы посмотрите вроде бы кирпичный дом но его уже обставили вот такими вот широкими окнами до пола это и забор который вы и в англии и германии не всегда встретите да конечно он не очень низкий но тем не менее смотреть приятно вот здесь скромный домик забор обычный металлический но он хотя бы проглядный видно вот эту вот всю красоту в такой обычной наверное даже избушки я бы сказал да понятно что по российским меркам это далеко не избушка ну наверно даже и по европейским я не знаю ну вот простой кирпичный дом с шифером старым видно что уже не первый десяток лет стоит и очень приятно смотрится вот ребята вы посмотрите да на обочинах но не везде прям все идеально но смотрится неплохо даже вот бумажку я нашел обратите также внимание на дорожное покрытие для окраины частного сектора это более даже чем смотрите ну вот приятно смотреть на это все тротуар тоже очень немаловажно пусть даже по одной стороне но тем не менее вот снова видимо такие вот лужайки как американские но мусор непонятно откуда вот они взяли на такой частоте наверно что-то убирали у меня чуть ли не вырвалась слова наверное сожгут но я что-то сомневаюсь что в такой стране здесь что-то будут во дворе жечь а если и будут то моментально придет какой-нибудь штраф вы скажете откуда ты знаешь но вы посмотрите на эти дворы и сделайте вывод возможно ли здесь такое или нет давайте же отправимся в волоколамск и кстати я сейчас уточнил население оказывается там население даже и не имеет особой разницы я думал там 30 тысяч человек по сравнению с 15 тысячами в латвийском городе здесь кажется 19 тысяч ну то есть 4000 то есть 15 и 19 тысяч учитывая что это латвия и россия то это вообще очень минимальная разница ее практически и нету давайте же посмотрим частный сектор также на окраине города так ну вот на такое место мы попадаем в общем то ну что я могу сказать да нечего здесь даже наверное говорить заборы тоже настолько же достойные как и в салоспелсе но посмотрите вы на дорогу на обочины да конечно это не но немножко по ухоже ничем в российских городах не в московской области но опять же вот двор вроде бы ничего но похуже чем салоспелсе на порядок прямо забор тоже металлический непроглядный видно что во дворе даже хуже чем здесь здесь в целом ухоженный двор но опять же если сравнивать с теми зелеными лужайками которые ну действительно выглядят на американском уровне то тоже знаете ли теплица сделано я не знаю наверное из старых окон сюда поставили пластиковые евро окна я все-таки скажу что евро окна потому что мне недавно делали замечание что я как только вижу что-то современное говорю там европейские фасады европейские там заборы не знаю но здесь это действительно называется евро окна ну пластиковые окна в целом да но понимаете вот в россии настолько вот все застоялось что приходится евро называть практически все что ассоциируется с чем-то новым на европейском континенте да ну вот я на это все смотрю и задаюсь вопросом здесь действительно вот люди ходя через все это начали возмущаться только лишь тем что посреди вот этого вот всего еще вдобавок и завоняло при этом это стало как бы его не последний какой-то каплей а именно это единственное что их не устроило нет я конечно же ни в коем случае не говорю что там нужно молчать и так далее нет абсолютно но меня просто удивляет ну а это вот что это норма считается ну дворы конечно для россии они вполне нормально но здесь я бы не сказал здесь какие-то кирпичи накрыты на какой-то лист да и здесь наверное ну смотрите что это такое какие-то доски чтобы не наступить после дождя в лужу вот здесь сложен шифер то есть понимаете они возможно готовят этот шифер чтобы после этого шифера положить вот этот шифер то есть альтернативы никакой ну либо другой вывод где-то на халяву достался как обычно вот по традиции до нагрузить возможно вот прям на этот москвич куда-то на крышу и побыстрее домой приволочь ну вот они дворы не пойми с каким мусором здесь тоже что-то по навалено и самое главное смотрите вот этот болот это вообще непонятно что откуда она вообще здесь взялось или это хозяин в качестве переднего двора выращивает как китайцы там не знаю рис или что они там на воде по щиколотку содержат при этом это завалено кучей мусора и вот опять же возникает вопрос но вот люди возмущаются что их город заполонили мусором с других городов в частности с москвы ну а вот этот мусор это неужели не они кидают я сомневаюсь что в этот город ездят какие-то туристы даже с самой москвы я не знаю что здесь делать но судя по этой улице да если куда-то здесь и есть пойти вдруг если то я сомневаюсь что они придут вот на эту улицу даже случайно забредя и накидают вот именно в это болото свои банки поэтому я ничего не понимаю что происходит здесь вот находится кладбище мы видим кладбище какое-то ну вроде бы не запущенная но тесновато очень даже как-то странновато выглядит может быть во многих регионах похожая картина но в целом кладбище как кладбище ничего необычного обычно забор здесь вот широкая дорога наверное здесь останавливаются автобусы которые привозят каждый день бабушек они вроде как любят каждый день туда ходить не знаю зачем каждый день это делать но тем не менее вот такое вот кладбище на склоне и вот снова нас такие мусорки встречают тоже мусора много мусорки вроде сами баки полупустые а мусор раскидан я уже не говорю про то что находится рядом это и заборы зубчатые металлические и ямы но здесь в общем и говорить не о чем но хоть какое-то дорожное покрытие присутствует уже хорошо ну вот переключаясь я вижу огромную разницу после того что мы посмотрели сейчас волоколамский несмотря на то что здесь не все идеально есть какая-то вот такая немножко совсем под запущенная обочина вы сами видите эту разницу колоссальную это всего лишь два небольших постсоветских городка давайте переключимся на крупные улицы и снова вернемся к частному сектору поскольку я думаю как минимум волоколамский находиться долго в частном секторе нельзя иначе можно загреметь психушку и диагноз наверное напишут долго смотрел на панорамы частного сектора в россии вот здесь я замечаю оживленный такой район давайте попробуем высадиться прямо на кругу не ну здесь у меня слов нет это только одни эмоции это действительно мне доставляет визуальное наслаждение особенно когда я вспоминаю что это не швеция не норвегия и к тому же это еще и маленький городишко смотрите даже умудрились повесить цветы на вот такой вот столб я уже не говорю про дорогу про газоны про брусчатку как-никак на уложенную вокруг круга вы только взгляните на всю эту красоту вот это вот здание немножко портит вид но его если подкрасить еще как-то пользоваться можно то есть в этом то и дело что не обязательно все сносить и строить что-то новое если нет денег у страны или нет пока возможности вложить благоустройство города нужное количество в бюджете то просто можно хотя бы покрасить то есть это само отношение к горожанам создать уютную картину вот это вот тоже вижу конечно это портит такая ложка дегтя в бочке меда бордюр здесь отгрызан ну смотрим дальше и визуальное наслаждение опять продолжается только взгляните на это мы немного отклонились от крупной улицы давайте попробуем как-то это все возобновить все таки страна и сам город имеют достаточно небольшие масштабы и все это видите переходит вот такие маленькие улочки вот вижу еще здесь рядом район вот такой давайте попытаемся здесь что-то разглядеть ну да вот здесь видно что уже какое-то движение идет в плане людей машин вот это 2012 июнь а такая вот брусчатка уже лежала то есть это не совсем недавно это давным-давно уже 6 лет прошло мусорки но здесь что-то копают видимо тоже будет какой-то жилой комплекс дорога тротуар ну здесь сами видите да то есть вот такие вот столбы кажется в одном из роликов еще давних мы видели их наверное тоже в латвии уже точно не помню приятно смотрятся вот такие вот участки из уложенных камней по типу брусчатки такой старый да это я встречаю и на островках безопасности по всем странам балтии кажется даже в польше в скандинавии где-то я видел в норвегии швеции вполне практичная незамысловатая эстетичная такая задумка решение вот здесь идут смотрите бутики рядом велопарковка вот еще одно решение видите дерево с такой защитой для почвы я не знаю как это называется напишите кто в курсе вот здесь мы уже видим по современней фасады это уже не какие-то старые советские по крайней мере визуально не напоминают ну и посмотрите как все усажено как все красиво полностью все уложено либо брусчатка либо качественным асфальтным покрытием дальше это наверное какой-то торговый центр ну здесь вообще не к чему придраться но разве что какие-то залысины на газонах и иногда проглядываются советского типа многоэтажки но тем не менее в целом картина очень даже шикарная я не побоюсь этого слова она шикарная давайте же взглянем на волоколамск на крупных улицах также перейдем на круг если мы видим круг где-то в центре города то это скорее всего так и есть по крайней мере мы ничего не теряем вот такой вот вид по масштабам я бы даже сказал похожий на последнюю панораму в латвийском городе ну вот круг до видели мой круг в сало спелси и видим мы теперь круг волоколамске ну здесь без слов даже видно даже что здесь вот символически так заехали прямо на круг вот смотрите как будто на него заехали и выехали сразу же не ясно что здесь сделали вроде проводов никаких нет то есть никакая служба сюда не подъезжала газ тоже вряд ли кабель может подземный тоже ничего такого нет то есть нагло кто-то заехал развернулся еще что-то но я не понимаю как можно на кругу еще куда-то разворачиваться ну и второй вариант может быть дтп какое-то что тоже не придает никакого оправдания к дороге вопросов нет и разметка это насколько она ровная это меня однозначно радует в остальном городская панорама ну очень унылая при этом май 2013 там был 11-12 год в городе сало спелс да кроме дорожного покрытия ну и здесь я вижу еще есть ну какие никакие тротуары есть вот неплохое даже место сзади него опять же идет вот такая вот панорама частного сектора здесь мы сворачиваем ну просто нет слов также видите наличие пыли пошло грязи здесь еще как-то это не сильно замечал но тем не менее тоже хватало вот смотрите на обочинах тоже какие-то тропинки все ходят куда-то спешат вот это вот панорама чего только стоит но при этом газон как-никак неплохо выглядит чуть дальше снова заканчиваются все плюсы в виде нормального дорожного покрытия и 1 более-менее газона вот такая вот пятиэтажка идет просто неприветливая здесь уже какие-то по новей новостройки но сильно они не вытягивают вот эту вот городскую панораму единственное что приукрашает это все это как я уже сказал дорожное покрытие вот еще на одну панораму городскую я выхожу также как и в саласпелсе мы будем смотреть еще одну панораму ну вот эта панорама уже действительно хоть как-то смотрится но опять же я не скажу что по сравнению с саласпелсом она как-то выиграет но по сравнению с тем что мы посмотрели валоколамске здесь действительно неплохой вид посмотрите на эти фасады за ними ухаживают их реставрируют несмотря на то что здесь внизу находятся какие-то бутики в них но они сильно не пестрят рекламой все смотрится вполне адекватно вполне даже я бы сказал приятно нормальная парковка также как и саласпелсе мы видели старую плитку советскую здесь тоже она присутствует но при этом это как там так и здесь вид не портит повсюду вот такие вот старые отреставрированные фасады мы наблюдаем это я считаю достаточно таким положительным моментом в общем то вот этот вид если бы присутствовал по всему волоколамску пускай даже без такой старой архитектуры но если будут на таком уровне все бы выглядела также видите на холме волоколамск надпись в общем то смотрится все это неплохо вот такие вот купола здесь церкви храмы выезжаем мы чуть дальше на вот эту вот улицу вот такой вот красивый банк я здесь даже вижу в общем здесь я только могу похвалить волоколамск но в остальных панорамах что пока что я успел увидеть это конечно кромешний ад здесь хоть как-то немножко душа от этого отдыхает посаженной елочки такая вот площадь снова с брусчаткой также вижу здесь вот такую вот новую остановку относительно стеклянную тоже неплохой момент вот дырки на дорогах уже не радует также видите пыли достаточно это тоже из минусов давайте для интереса глянем как это будет после этой панорамы в сало спился вот мы вернулись на ту панораму что мы видели в латвийском городе да тоже вижу немного пыли но в остальном контраст он но не сказать может быть что колоссальный но он действительно присутствует ощутимый контраст колоссальный контраст я бы сказал присутствует в частных секторах здесь же это просто на пару уровней выше но опять же вид лучше ну и давайте закончим частным сектором как я и обещал вернуться к нему и начнем с волоколамска также хочу отметить довольно таки необычная форма города границы у самого города волоколамск и вот давайте опустимся в нижний крюк вот давайте даже в центр южного района отправимся чтобы не куда-то на окраину ой ну вот такие вот виды ребята хорошо что я начал с волоколамска поскольку я думаю ну так или иначе в латвийском городе будет вид по позитивней хотя может быть и такой же кто его знает вот она мусорная тема возвращаясь теме волоколамска вот это вот непонятно что это канализацию прорвало или подземные какие-то воды я уже молчу про тротуар я уже молчу про нормальную обочину но вот дорожное покрытие могло бы быть и лучше ну вот что это такое смотрите вот эти все ямы замещает вот эта вода вот здесь уложено кирпичами дырки на дорогах дома заборы вот смотрите даже на лошади катаются но мне кажется здесь только на лошади и кататься как в какие-нибудь царские времена причем смотрите я приблизился и этот наш всадник он почему-то свернул то ли он пропускает автомобиль который это все снимал либо это местный работник горгаза видите он поворачивает прямо к данной подстанции газовой ну в общем то с такими городскими видами в жилых районах я и не удивлен что газовая служба работает на конях вот на такие дворы мы выходим продвигаемся по району как вы уже поняли заросли ну здесь даже к зарослям придираться это как-то глупо смотрите вот такой вот импровизированный желоб но тем не менее кто-то еще ухаживает за дворами да конечно это не латвийский какой-нибудь город но может быть какая-то ухоженная украинская деревня может быть что-то вроде того именно там где скромные дома вот такой вот вид я наблюдал мне кажется здесь и без всяких мусорных проблем давным-давно пора вводить чс такой постоянный перманентный но у меня просто нет слов хоть мы и вышли на какую-то более-менее нормальную панораму вот в этой стороне да здесь я уже молчу давайте поскорее перейдем городу сала спилс вот в такой частный сектор мы попадаем тоже где-то на окраине города тоже видно что здесь такой достаточно тихий район никакого особо движения не происходит ну есть понемножку люди гуляют в общем такая тишина и покой но сразу же видно что куда-то подевались после волоколамска горы мусора вода если она есть то после дождя видим что погодка здесь мягко говоря не айс хотя я например к дождю достаточно положительно отношусь дорожное покрытие местами ну в основном на второстепенных дорогах это наверно даже больше въезды в несколько квартирные дома похуже дорожное покрытие видите какие-то небольшие ямы трещины да конечно же это безусловно минус но вы посмотрите на само состояние района не везде даже есть бордюр но как бы есть то ли он старый заросший то ли как то вот так вот общем посмотрите на вот эти все газоны вот люди гуляют с собаками есть вот такие вот многоэтажки ну тем не менее все выглядит вполне уместно гармонично вот маленькая дорожка идет я так понимаю пешеходная но она асфальтированная как-никак вот мусорки вот вы видели дал мусорки волоколамский и вот посмотрите мусорки в латвийском городе вокруг при этом растут деревца впритык к мусорному забору и особо я мусора там не вижу ничего не затоптано не загажено но пару мелких бумажек в самом мусорном вот этом вот помещении скажем так тоже я мусора не вижу брусчатка красивая которую наверное стелят центре города в российских городах ну вот к этому можно придраться до какая-то под запущенная обочина но это даже смешно называть недостатком это вот просто единичные какие-то моменты и вот давайте теперь сделаем так берем первые два попавшихся частных сектора можно даже куда-нибудь ближе к середине волоколамска выйти на перекресток я выбираю вот этот и любой попавшийся в солоспилсе где-нибудь вот здесь также геометрически в центре примерно относительно выходим также на перекресток вот видите здесь даже есть бездорожье куда же без него и смотрим визуальную разницу я думаю разница здесь налицо вот такой вот в общем получился у нас ролик даже по сравнению с успешной московской областью такие скромные страны евросоюза как латвия могут давать огромную фору российским городам несмотря на природные предпосылки как вот этот пруд кстати говоря похож на материк австралию чем-то к сожалению все это выглядит вот таким вот образом запущена замусорена я редко слышу какую-либо хвалу о природе латвии но тем не менее я вижу что природа латвии очень красиво не забудьте показать мое сравнение друзьям и знакомым кто интересуется данными странами или в целом темой путешествий также не забудьте поставить лайк этому ролику если он вам понравился можете написать в комментариях свои впечатления свои советы также вы можете заказать свое сравнение ссылочка под каждым роликом на donation alert сайт у меня есть в описании там любой платежной системы можете предложить интересующие вас города или страны также я добавил функцию можно немного дешевле по вашему предложению обзор города там преимущество еще в том что можете уже любые улицы мне сказать чтобы я их смотрел поскольку это уже идет обзор они сравнения поэтому будет вполне справедливо смотреть именно те места которые вы скажете ну и до до скорого ждите новых роликов